Герей Безмолвно раболепный двор Вкруг хана гордо вытеснился. Все было тихо во дворце, Благоговея все читали Приметы гнева и печали На сумрачном его лице. Но повелитель горделивый Махнул рукой нетерпеливый, И все, склонившись, идут вон. Что движет гордую душою, Какую мыслью занят он. На Русь ли вновь идет войной, Несет ли Польша свой закон, Горит ли местью кровавой, Открыл ли в войске заговор, Страшится ли народов гор И козней гену и лукавой. Нет, он скучает бранной славой, Устала грозная рука, Война от мыслей далека. Уже в его гарем измена С тезей преступной вошла, И дочь неволи некой плена Яурю руку отдала. Нет, жены робкие гирея, Не думать, не желать, не смея, Цветут в унылой тишине, Под стражей бдительной и хладной, На лоне скуки безотрадной. Измен не ведают они, Для них унылой чередой Дни и месяцы лета Проходят и неприметно за собой, И младость и любовь уводят. Меж ними ходит Злой эвнух, И убегать его Напрасно. Его ревнивый взор и слух За всеми следует сейчас. Его стараньем Заведен порядок вечный, Воля хана Ему единственный закон, Святую заповедь Корана Нетверже Наблюдает он. Ему известен женский нрав, Он испытал, Скалюн лукафы на свободе И в неволе. Взор нежный, Слез у корни мой, Невластный над его душой, Он им уже не верит Более. Он по горе, В тьме ночной, Неслышными шагами Ходит, Ступая тихо по коврам, К послушным Крадится дверям, От луна к луну, Переходит В заботе вечной. Ханских жен Роскошный Наблюдает сон. И горе той, Чей шепот сонный Чужое имя призывал, Или подруге благосклонной Порочной мысли доверял, Что ж, полон грусти, Ум гирея, Чубук в его руках потух, Недвижимый, Дохнуть не смея, У двери Знака ждет И внух. Встает Задумчивый Властитель, Пред ним дверь Настежь. Молча он Идет в заветную Обитель Еще недавно Милых Жен. Беспечно, Ожидая хана, Вокруг Игривого Фонтана, На шелковых Коврах Они Толпой Резвые Сидели И с детской Радостью Глядели Как рыба В ясной Глубине На мраморном Ходила Дне. Нарочно К ней На дно Иные Бросали Секи Золотые Кругом Невольницы Меж тем Щербет Носили Аромат И песней Звонкой Приятной Вдруг Огласили Весь Гарем Они Поют Гарем Ничто, ничто не мило ей. Зарему разлюбил гирей. Он изменил. Но кто с тобою, грузинка, равен красотой? Гирей презрел твои красы. И ночи хладные часы проводит мрачной, одинокой, С тех пор, как польская княжна в его горе заключена. Милая Мария узрела небеса чужие. Недавно дивную красой она цвела в стране родной. Седой отец гордился ею и звал отрадою своей. Для старика была закон ее младенческая воля. Одну заботу ведал он, Чтоб дочери любимой доля Была, как вешний день, ясна. Чтоб и минутные печали ее души не омрачали. Чтоб даже замужем она Воспоминала с умилением девичье время. Дни забав, мелькнувших легким сновидением, В ней все пленяло. Она тихий нрав, Движения тонкие, живые, И очень тонно-голубые. Она любви еще не знала, И независимый досуг В отцовском замке меж подруг Одним забавам посвящала. Давно ли? И что же? Тьмы татар На Польшу хлынули рекою, С не столь ужасной быстротою Пожат вестелица пожар, Обезображенный войною Цветущий край осиротел. Исчезли мирные забавы, Паникли селы и дубравы, И пышный замок опустел. Тиха Марина светлится В домовой церкви, Где кругом почуют мощи Хладным сном, Возникла новая гробница. Отец в могиле, Дочь в плену. Увы, дворец Бахчисарая Скрывает юную княжну, В неволе тихо увидая, Мария плачет и грустит, Гирею несчастную щадит. Ее слова, движения, стоны Смущают хана краткий сон, И для нее смягчает он Гарема строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен Ни днем, ни ночью к ней не входит. Рукой заботливой Не он на ложе сна ее возводит, Не смеет устремиться к ней Обидный взор его очей. Она в купальне потаенной Одна с невольницей своей. Сам хан боится Делой пленной Печальный возмутить покой. Гарема в дальнем отделении Позволено ей жить одной И мниться. В том уединении Закрылся некто неземной, Там, где не ночь, горит лампада Пред ликом Девы Пресвятой, Души тоскующей от рада. Там упование в тишине Смиренной верой обитает, И сердцу все напоминает О лучшей, близкой стороне. Там Дева слезы проливает Вдали завистливых подруг. И между тем, как все вокруг В безумной неге утопает, Святыню строгую скрывает Спасенный чудом уголок. Дворец утих. Уснул в горе, Объятый негой безмятежный, Не прерывается ничем Спокойство ночи. Страш надежный Дозором обошел Эрнух. Теперь успел. Но страх прилежный Тревожит в нем и спящий дух. Измен всечастных ожидания Покоя не дает уму. То чей-то шорох, то шептание, То крики чудятся ему. Обман неверным слухом Он просыпается, дрожит Напуганным, приникнув ухом. Но все кругом него Молчит. Одни фонтаны слабкозвучные Из мраморной темницы бьют, Из милой розы неразлучные Во мраке соловьи поют. И внух еще им долго внемлет, И снова сон его объемлет. Как дивны Томные красы Ночей роскошного востока, Как сматко льются их часы Для обожателей пророка, Как о неговых домах В очаровательных садах, В тени гаремов безопасных, Где под влиянием луны Все полно тайн и тишины, И вдохновений сладострастных. Все жены спят, Не спит одна, Едва дыша встает она, Идет рукою терпеливый, Открыла дверь, Во тьме ночной Ступает легкая ногой, В дремоте чуткой пугливой Пред ней лежит и внух седой, Ах, сердце в нем неумолимо, Опасен сна его покой, Как дух, Она проходит мимо. Бред нее дверь, С недоумением, Ее дрожащая рука Коснулась медного замка, Вошла, Взирает с изумлением, И тайный страх ее проник, Лампады свет уединенный, Кивот печально озаренный, Причистый девы светлый лик и крест, Символ любви священный грузинка, Все в душе твоей Родное что-то пробудило, Все тайными забытых дней Печально вдруг заговорило, Пред ней покоилась княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты оживлялись, И слез, являя свежий след, Улыбкой нежной озарялись, Так озаряет лунный свет, Дождем отягощенный цвет. Вспорхнувший с неба сын Эдема Казалось, ангел почивал И сонный слезы проливал На бедной узнице и горе. Зарева, увы, Зарева, что с тобой? Стеснилась грудь ее тоской, Невольно пловится колени и молит, Жалься надо мной, не отвергай Моих молений. Ее слова, движения, стоны Прервали девы краткий сон. Княжна со страхом пред собою В ладую незнакомку зрит, В смятении трепетной рукою Ее подъемля говорит, Кто ты? Одна, порой ночную, зачем ты здесь? Я шла к тебе. Спаси меня. В моей судьбе Одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась, Была беспечна день от дня, Но тень блаженства миновалась. Я гибну. Выслушай меня. Родилась я не здесь. Далеко. Далеко, но минувших дней Предметы в памяти моей До ныне врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, Потоки жаркие в горах, Непроходимые дубравы, Другой закон, другие нравы. Но почему? Какой судьбой я край оставила Родной, не знаю. Помню только море И человека Выше нет над парусами. Страх и горе Даны не чужды были мне. Я в безмятежной тишине В тени горема расцветала И первых опытов любви Послушным сердцем ожидала. Желание страстное Моис был ист. Гирея для мирной неги Войну кровавую призрел, Пресек ужасные набеги И свой гарем опять узрел. Пред хана В смутном ожидании Явились мы. Он светлый взор Остановил нам не в молчании. Позвал меня И с этих пор Мы в беспрерывном упоении Дышали счастьем. И ни раз Ни клевета, Ни подозрения, Ни злобной ревности, Мучений, Ни скука Не смущали нас. Мария, Ты Пред ним явилась. Увы, С тех пор его душа Преступной думой Омрачилась. Гирея измены Душа Моих не слушает Укоров. Ему докучен Сердце Стон. Ни прежних дум, Ни разговоров Со мною Не находит он. Ты Преступлению Не причастна, Я знаю. Не твоя Вина. Итак, послушай. Я прекрасна. Во всем гареме Ты одна могла бы еще мне быть опасна. Но я для страсти рождена. Но ты любить, как я, не можешь. Зачем же Хладной красотой Ты сердце Слабое Тревожишь? Отдай Гирея мне. Он Мой. На мне горят Его лапзаньи. Он Клятвы Страстные Мне дал. Давно все думы, Все желания Гирей с моими Сочетал. Меня Убьет Его Измена. Я плачу. Видишь, я Колено Уже Склоняю Пред Тобой. Молю, Винить Тебя не смея. Отдай Мне Радость И Покой. Верни Мне Прежнего Гирея. Не Возражай Мне Ничего. Он Мой. Он Клянись. Хотя Я Для Алкарана, Между невольницами Хана Забыл Веру Прежних Дней. Но Вера Матери Была Твоя. Клянись Пусть мне ею Зарему возвратить гирею. Но слушай. Если я должна тебе кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена. Сказав, исчезла вдруг, За нею не смеет следовать княжна. Невинный деве непонятен Огонь мучительных страстей, Но голос их ей смутно вмятен. Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моления Ее спасут от посрамления. Что ждет ее? Уже ли ей остаток юных горьких дней Провесть наложницы презренной? О, Боже! Если бы гирей Ее в темнице потаенной Забыл несчастную навек, Или кончиной ускоренной Молодые дни Ее пресек, С какой прадостью Мария Оставила пустынный свет? Мгновенья жизни, дорогие, Давно прошли, Давно их нет. Что ждет ее в пустыне мира? Уж ей пора Марию ждут И в небеса На лона мира Родной улыбкой зовут Промчаясь дни Марию Нет Мгновенно сирота почила Она давно желанный свет Как новый ангел озарила Ну, а что же в гроб ее свело? Таскали грусти безнадежные? Болезни или другое зло, кто знает? Нет Марии нежной Дворец унылый опустел Его гирей опять оставил Столбой татар В чужой предел он снова злой навек направил Он снова в сечах роковых Несется жадный, кровожадный Но в сердце гаана Чувств иных Томится пламень Беспощадный Но часто В битвах роковых Подъявляет самлю И с размаху Недвижен Остается Вдруг Бледит С безумием вокруг Бледнеет Точно полный страха И что-то шепчет А порой Горючие слезы льет Рекой Забытый Преданный Презрению Горем Незрит его лица Там Обреченные Мучению Под стражей Хладного Скопца Стареют Жоды Между ними Давно Грузинки Нет Она Горема Стражами Немыми В пустыню Вод Опущена В ту ночь Как умерла Княжна Случилось И ее Страдание Какая б не была Вина Ужасно было Наказание Опустошив Огнем Войны Кавказу Близкие Страны И села Мирной России В Тавриду Возвратился Хан И в память Горестной Марии Воздвигнул Мраморный Фонтан В углу Дворца Уединенный Над ним Крестом Осенена Магометанская Луна Символ Был, конечно Дерзновенный Незнание Жалкая Вина Есть Надпись Горькими Годами Ещё Не вытерлась Она За чуждыми Её Чертами Журчит Во мраморе Вода И Каплет Горькими Слезами Не умолкая Никогда Молодые девы В той стране Предания Старины Узнали И Мрачный Памятник Они Фонтан Слёз И Миновали Многие Так же Как и я Посещали Сей фонтан Но Иных Уж Нет Другие Странствуют Далече Сади Сади Царица Царица Голосом И Взором Свой Пышный Оживляла Кир Все Клеопатру славя хором, В ней, представляя свой кумир, Смея стекли к ее престолу. Но вдруг, над чашей золотой, Она задумалась, И долу поникнули дивную головой. И пышный пир как будто дремлет, И в ожидании все молчит. Но вновь она чело подъемлет, И с видом важным говорит, Внемлите мне, могу равенство Меж вас и мной восстановить. В моей любви для вас блаженство, Блаженство можно вам купить. Кто к торгу страстному приступит, Свои я ночи продаю. Скажите, кто меж вами Купит ценою жизни Ночь мою. Она рекла, толпа в молчании, И всех в волнении сердца. Но Клеопатра в ожидании С холодной дерзостью лица Я жду, вещает. Что ж, молчите, И львы теперь бежите прочь. Вас было много, Приступите, торгуйте, Праведную ночь. И пышный пир она обводит Кругом поклонников своих. Вдруг из рядов один выходит, Вослед за ним и два других. Тверда их поступь, Ясны очи. Царица гордо восстает, Год совершил, Куплены три ночи. И ложа смерти их зовет, И снова гордый глаз возвысила царица. Забыты мною днесь, Венец и багреница, Простой наемницей на ложе восхожу. Не слыхано! Тебе, Киприда, я служу, И новый дар тебе ночей моих Награда! О, боги грозные! Взгляните ж, боги ада, Подземных ужасов печальные цари, Примите мой обет! Взгляните! До праведной зари Властителей своих последний желанье, И дивный небы, И тайными лапзанье, Всей чашей любви Послушно упою. Но только сквозь завес В охрамину мою Блеснет авроры луч, Клянусь моей порфирой, Главы их упадут Под утренние сикили. Благословенные Священной рукой Из урны жребий Выходят чередой. И первый Аквила, Клевред Помпея смелый, Изрубленный в боях, В походах посиделый. При зрения хладного Не снес он от жены, И молча выступил Суровый сын войны, На вызов роковых Последних наслаждений, Как прежде выступал На сладкий крик сражений. Критон за ним, Критон изнеженный мудрец, Воспитанный под небом Арголиды, От самых первых дней Поклонник и певец И пламенных перов, И пламенной киприды. Последний Имени векам Не передал, Ни кем не знаемый, Ничем не знаменитый. Лишь отроческий пух Темнее покрывал Его стыдливые ланиты, Огонь любви В очах его пылал, Во всех чертах Любовь изображалась, Он Клеопатрой Казалось, дышал, И долго, молча Им царица Любовалась. Над озером в глухих Дубровах Спасался некогда монах. Всегда в занятиях суровых, В посте, молитвах и трудах. Уже лопаткою смиренный Себе могилу старец рыл, И лишь о смерти вожделенной Святых угодников молил. Однажды летом У порогу Поникшие хижины свои Анахарет молился Богу. Дубровы делались темней, Туман над озером клубился, И красный месяц в облаках Тихонько по небу катился. На воды стал глядеть монах. Глядит, невольно страха полный, Не может сам себя понять и видит. Закипели волны И присмирели вдруг опять. И вдруг Легка, как тень ночная, Светла, как ранний снег холмов, Выходит, Женщина, Ногая, И молча села у гребов. Глядит на старого монаха И чешет влажные волосы. Святой монах дрожит От страха И смотрит На ее красы. Она молит его рукою, Кивает тихо головой, И вдруг, Подучая звездою, Под сонной скрылась водой. Всю ночь не спал Старик угрюмый, И не молился целый день. Перед собой С невольной думой Все видел чудный день. То браво вновь оделись мглою, Пошла по облакам луна, И снова дева над водою Сидит прелестно и бледна. Сидит, кивает головою, Целует издали шутя, Играет, Блещется волной, Хохочет, плачет, как дитя. Зовет монаха, Нежно стонет, Монах, монах, Ко мне, ко мне. И вдруг, Вода прозрачная в том, И все в глубокой тишине. На третий день Отшельник страстный Близ очарованных брегов Сидел и девы ждал прекрасной, А тень ложилась между бров. Заря Прогнала тьму ночную, Монаха Не нашли нигде. И только бороду седую Мальчишки видели в воде. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчишки Продолжение следует...